Сегодняшняя лекция Будет с одной стороны продолжением Нашей темы О которой мы говорили во вторник То есть о классической компоненте В искусстве и архитектуре Италии В 10-х, 30-х годах Но Сегодняшний разговор будет Как бы сказать Наверное более исторически Нежели теоретически И В этом и будет Его специфика То есть сегодня Будут названы Некоторые Именно моменты в исторической Конве того О чем мы говорили во вторник И в то же время Конечно Разговор будет посвящен Главным образом Риму Итак Сегодня Рим известен всем Как столица Италии Но совсем недавно Всего Чуть больше 150 лет назад Это было Совсем не так Рим Рим был центром Папского королевства И Пожалуйста Нас снимают Просто Закон Очень удобно И То есть Рим был центром Папского королевства Последний В Европе Теократической Монархии И То есть С одной стороны Это была столица Маленького Европейского государства Которое постепенно Теряло свою роль С другой стороны Конечно Все-таки Рим оставался Центром Католической церкви То есть И Сохранял за собой И мировое влияние И На Показанной здесь Карте Мы видим Италию В ее Политическом состоянии Середины 19 века То есть Мы Видим Конгломерат Различных Государств С разными Системами Управления И Рим В нем Занимает Далеко Не Первое Место По масштабам И По значению Потому что Как раз Середина 19 века Это Развитие Связано С развитием Промышленности С формированием Капитализма И Конечно Рим С его Практически Средневековой Системой Управления Далек От политической И Экономической Сцены Европы Того Времени И Конечно Рим 60-х Годов Кардинально Отличался От Крупных Европейских Столиц От Лондона Парижа Берлина И Санкт-Петербурга И Мы Видим Что Обитаемый Город Не Доходил Даже До Границы Аврелианской Стены И Я Здесь Поместила Фотографию Современного Района Остиенса Который Сегодня Конечно Считается Одним Из Центральных И Мы Видим Что На его Территории Поля И Огороды Такая Же Такая Же Ситуация Была И В И И И И И И И И Древние Памятники Были Возвышались Среди Незамощенных Часто Улиц Были Окружены Виноградниками Полями Садами И Довольно Неустроенными Улицами И Здесь Конечно Можно Вспомнить Обильные Воспоминания 19 века Травелоги В Рим Можно Назвать Многочисленных Писателей Которые Оставили Свои Заметки И Стендали И Гоголя Которые Описывали Этот Контраст Между Величием Древних Памятников И Плачевным Состоянием Современного Города И Фердинанд Григоровиус Говорил О том Что В Риме Закончилось Средневековье Только Лишь Тогда Когда Виктор Эммануил Взошел На престол Виктор Эммануил Второй Представитель Савойской То есть Туринской Династии Со своими Войсками Вошел В Рим 20 сентября 1870 Года Осуществив Такое Символическое Взятие Пийских Ворот Построенных По проекту Микеланджело Но Конечно На тот Момент Особой Защиты Для города Они не Представляли И скорее Это был Такой Символический Жест Конечно Еще при Пии 9 Начались Небольшие Попытки Модернизации Города Было Введено Городское Священие Была Построена Табачная Фабрика То есть Это была Попытка Создания Минимального Производства В городе И Был Введен Общественный Транспорт В виде Конок И Конечно же Савойская Династия Первым Делом Буквально Через Несколько Дней После Завоевания Рима Еще До Референдума Как вы Помните Столица Королевства Пьемонта Находилась В Турине И Затем В процессе Ресурджемента Объединения Италии Столица На некоторое время Была перемещена Во Флоренцию И Даже Современный Итальянский язык Это Искусственный Язык Созданный На основе Флорентийского Тосканского Диалекта Как языка Данте И Во Флоренции До сих пор Существует Свет Этих Четырех Лет Столичного Статуса Это Современная Площадь Республики Если вы Вспомните Недалеко От Собора Санта Мария Дельфиоры И В итоге В октябре 70-го года На народном Референдуме Было все же Решено Перенести Столицу В Рим Итальянский Народ Видел В Риме Центр Своей Страны И Конечно Здесь Играла роль И Политический Проект Начиная От Гарибальди Который Говорил Все Помним Наверное Кто интересуется Вопрос Его лозунг Рома О Морте Рим Или Смерть И Также Конечно Немаловажна Роль И Главных Творцов Идеологов Республики Сорджименту Кавура И Писателям Ацини О Риме Которые как раз Тогда предлагали Разрабатывали Итальянскую Концепцию Третьего Рима То есть Рима Который придет После Рима Императоров После Рима Пап То есть Новый Рим Конституционной Монархии И Как раз Уже Начиная С 70-х Годов При новом Правительстве Учреждена Специальная Комиссия По разработке Генерального Плана Для города И Конечно Главной Целью Этого Плана Была Модернизация Города Приведение Его В Вид Достойный Столицы Европейского Государства Современного Европейского Государства И Конечно Также Его Целью Было И Регулирование Новой Застройки Естественно Для Нового Новый Статус Вел за Собой Создание Нового Государственного Аппарата Вернее Перенесение Государственного Аппарата В Рим А также Строительство Новых Кварталов Для Служащих И Обслуживающих Этих Служащих Персонал И Как мы Видим На этой Карте Старый Существующий Город Обозначен Серым Красным Районы Новой Застройки Мы видим Что Даже по этому Плану Еще Новые Кварталы Не доходят До Врианской Стены То есть Новый Город Не доходит До Границ Древнерим Рима Его Древнеримских Границ И Также Черным Мы видим Обозначены Необходимые Сносы Потому что Конечно Новая Жизнь Новой Современной Европейской Столицы Не могла Развиваться В тесных Улицах По сути Средневекового Города Конечно Сохранились Проспекты 16-17 века Знаменитые Трезубицы Однако Конечно Они были Недостаточно И Это Очень важный Момент Поскольку Проблема Сносов Реконструкции Городской Среды Будет Волновать Римлян И Администрацию Городов Многие Годы И станет Таким Камнем Преткновения В Городостроительной Истории Рима И здесь Например Мы видим Обозначены Очень важные Области Очень важные Сносы Касаются Важных Памятников Здесь Например Мы видим Предусматривается Проспект Который бы Соединил Город И площадь Собора Святого Петра Мы должны Помнить Что В этот момент Пи Девятый Пленник Замка Святого Ангела Отношения Между Савойской Династией И Папским Престолом Не существует Итальянское Государство Не признает Папу А Папа Не признает Итальянское Государство И так Продлится Вплоть До 29 Года К чему Мы затем Вернемся Также Здесь Мы видим Район Пантеона Мы видим Район Площади Навона И Множество Других Очень важных Улиц Например Здесь Район Пиаце Диспане То есть Это все Важнейшие Памятники План В 1973 Году Не утвердили Дорабатывали В течение Десяти лет Однако Утвердили Затем Почти В том же Виде За исключением Небольших Дополнений И Что Мы видим Что Город Начинает Развиваться На запад На восток Вокзал Термин Построен Еще При власти Пиа Девятого Да Это была Первая Железная Дорога В Италии Также Видим Рабочие Кварталы На юге Города Что будет Важно Это станет Важным Направлением Экспансии И также Видим Что Что Город Начинает Развиваться Практически Во всех Направлениях И Кроме Того Где Ему Мешает Естественный Рельеф То есть На Западе Город Ограничивает Холм Монте Марио На котором Застройка Довольно Трудна По состоянию Техники Строительной техники Конца 19 века И Каковы Были Кварталы Новые Кварталы Тех лет Как Например Здесь Я показываю Площадь Виктора Иммунила Второго Названа В честь Первого Монарха В районе Вокзала Термини И В Риме Эти кварталы До сих пор Называются Туринскими Или Савойскими Потому что Они Очень похожи На то Что Тогда Строилось В Турине И Что Для них Характерно Для них Характерны Портики То что В Риме Совершенно Не является Типичной Деталью В традиционной Римской Архитектуре Портиков Очень Мало Можно Вспомнить Разве Что Палацу Массиму Аликулонны И то Это было Исключением Более того Строительство Портиков В Риме Было Запрещено Особым Указом Именно Начиная Практически С 15 Века Именно И Чтобы Не Способствовать Как бы Укрытию Неблагополучных Элементов Так скажем И как раз Семья Массимо Получила Такое Особое Право Потому что На их фамильном Гербе Была Колонна И Итак То есть Помимо Кварталов Жилых Кварталов Строятся Конечно Новые Помпезные Здания Которые Должны Представлять Новую Власть И И Именно Эти здания Связаны Связаны Новой Государственной Политикой И Дворец Выставок Строился Специально Для Именно В рамках Программы Создания Нового Итальянского Единого Итальянского Искусства Потому что Мы помним Что Восемнадцатый Девятнадцатый Век Страна Разделена На Школы И Так Было И В конце Впрочем Девятнадцатого Века И Это здание Строилось Именно С целью Проведения Национальных Выставок Чтобы Художники Могли Увидеть Своих Коллег Из других Регионов В едином Контексте И Что Важно Архитектор Этого Здания Пио Пиачинтини Одна Из ключевых Фигур Так Скажем Архитектурного Римского Эстеблишмента Тех лет И в том числе Папа Марчеллу Пиачинтини О котором Мы будем Говорить Много На протяжении Сегодняшнего Разговора И Как раз Здесь Уже Видно Как Римская Традиция Архитектурных Семей Так Скажем Она Продолжается И при Новой Власти И Спокойно Развивается И становится Такой Спецификой Наверное Архитектуры Города Гульельмо Кальдериньи В 80-х Годах 19-го Века Проектирует Дворец Юстиции Опять же Представительство Нового Государственного Органа Которое При Папском Правительстве Было Представлено Ватиканом Здесь Мы видим Светскую Юридическую Власть И Видим Стиль Что это Помпезная Эклектика И Это здание Начинают Практически Сразу Критиковать Оно Кажется Слишком Пышным Некоторые Даже Опасаются То есть Обратите Внимание Оно Построено На берегу Тибра На правом Берегу То есть Со стороны Замка Святого Ангела И Собора Святого Петра Как раз На территории Новой Экспансии На территории Экспансии Города И Некоторые Опасаются Что Под весом Вот этого Декора Здание Может Сползти В реку Потому что Берега Тибра Только Начинают Укреплять Возводить Гранитные Берега Римляне Их называют Муральоне Дель Тевере И Здание Это Сразу же Получает Прозвище Палацаччо Страшный Дом Страшное Здание Некрасивое И Оно Находится Практически Рядом Замком Святого Ангела И Мы видим Как вот Эта Квадрига Вступает В диалог С древней Постройкой Поскольку Известна Реконструкция Замка Святого Ангела Когда Он Еще Был Мавзолеем Адриана И По Реконструкции Над ним Взвышалась Такая Квадрига И Наверное Всем Известный Памятник И Своего рода Наверное Такой Наиболее Обсуждаемая Постройка Наиболее Критикуемая Постройка Этих лет И в то же время Квинтэссенция Своего рода Времени Стиля Монумент Виктору Монумилу Второму Который Строит Джузеппе Сакони Строит Долго Здесь Я поставила Дату Одиннадцатый Год Когда Здание Было Прошла Иммаугурация Здания Его Открытие Однако Оно Достроилось Вплоть до Тридцать пятого Года И до сих пор Некоторые Римляне Некоторые Итальянцы Считают Его Произведением Муссолини Произведением Фашизма Хотя Конечно Оно Было Спроектировано За 40 лет До Прихода Муссолини К власти И Что Характерно Для этой Постройки Конечно Это Пышная Эклектика Формы Здания Вдохновлены Древнеримскими Алтарями В частности Один из Прообразов Это Алтарь Изиде В Палестрине И Конечно Такой Очень Пышный Декор Мы видим Обильное Использование Скульптур И Опять же Связь С Античным Прошлом И С Прошлом Эпохи Ренессанса Потому что Это здание Строится Отнюдь Не на Пустом Месте А На Именно Рядом С Капитолием И Для Строительства Его Даже Переносится Палацетто Венеция То есть Меняется Кардинально Площадь Венеции И Даже Разрушается Часть Ренессансного Квартала Который Будет Разобран Затем Уже При Мусулине И Также Еще Одно Помпезное Здание Вернее Комплекс Зданий Вначале Виа Национале Которое Идет От площади Вокзала Термине То есть Это Парадный Вход В Новый Город Который Это Магистраль Который Связывает Вокзал С Центром С площадью Венеции То есть Капитолием И Римскими Форумами И Что Интересно Что Экседра Экседра Коха Строится Она повторяет Практически Вот Здесь Она повторяет Фундамент Она возводится Практически На фундаменте Терм Дятлетиана И Своего рода Является Реконструкцией Древней Вот этой части Древнеримских Терм Здесь мы найдем Церковь Санта Мария Дель Анджеле Дей Мартири Начатая Микеланджело Законченная Луиджи Вандителли И В общем Практически Современная Площадь Республики Это одно Из помещений Древних Терм Диоклетиан И Что же Происходит В конце 19 века Все это Пышное Строительство С одной С одной Стороны Представить Таких Монументальных Зданий С другой Стороны Жилья Для Новой Бюрократии Для Новой Римской Буржуазии Которая Не существовала Привело К Строительному Кризису И Для Его Решения Был Приглашен Инженер Миланский Инженер Сан-Юзди Теолада Который Как раз Должен был Пороться С Вот этой Римской Сложной Системой Довольно Коррумпированной И Должен был Представить Новый Проект Города Который Помог бы Решить Эту Проблему Строительного Кризиса А так же Ввести Нормы По Строительству Высотность Застройки Плотность Застройки И В этом Плане Который Был утвержден В девятом Году Как раз Все Присутствует И причем Мы видим В линиях Его Конечно же Влияние Городостроительных Теорий Эпохи Модерна Мы здесь Найдем Города Сады И Также И так же Впервые Здесь Введено Введено Регулирование Высотности По районам И еще Мы найдем Кольцевую Дорогу Которая В итоге Построена Не была Но Некоторые Ее Фрагменты До сих Пор Используются Также Мы видим Намеченный Стадион На севере И Видим Уже Что Город Наконец-то Доходит До границ Аврелианской Стены Как раз Практически Сразу После утверждения Плана В одиннадцатом Году В Риме Состоялась Всемирная Выставка И Здание Галереи Национальной Галереи Современного Искусства Единственная Сохранившаяся Монументальная Общественная Постройка От той Выставки И Она находится На вилле Боргезе Где был Устроен Отдел Выставки Изобразительных Искусств И Опять же Здесь Были построены Павильоны Иностранных Государств В том числе И России Как раз Напротив Этого Здания И Также Других Стран И Из них Сохранился Английский Павильон И павильон Румынии И Здесь Архитектор Чезер Бацани И Мы Видим Опять же Стилистику Это Если Так можно Выразиться Эклектика С влиянием Модерна И Это Одиннадцатый Пятнадцатый Год Галерея Достраивалась И Опять же Какое Было Назначение Назначение Галереи Это Постоянная Экспозиция Современного Итальянского Искусства Из всех Регионов Если Кто-то Был совсем Недавно Он не Видел Оригинальной Экспозиции Которая Там Находилась Еще Буквально Недавно И Именно Девятнадцатый Век Был Представлен Еще По Школам И Как раз Сам Институт Галереи Должен был Закупать Периодически Произведения Итальянских Художников И В том числе И зарубежных Также С крупных Международных Выставок Что еще Было Характерно Для Римской Архитектуры Тех лет Не только Монументальная Эклектика Но и Вот такой Своего рода Регионализм С влиянием Северного Модерна Безусловно И Здесь Это один Из павильонов Виллы Тарлони Архитектора Винченцо Фазолу Шестнадцатого Девнадцатого Года И Также Был Характерен И Такой Опять же Довольно Эклектический По сути Модерн Для зданий Которые Строились Для Новой Буржуазии Это Квартал Коппеде Который В начале Своего Создания Назывался Квартал Послов Квартира Дельян Башатори И Сегодня Он носит Илья Своего Архитектора И Который Был построен В районе Париоли То есть Опять же В новом районе Очень престижном Районе Города Прилегающем К Вилле Боргезе И Мы Опять же Видим Как Этот язык Используют С одной Стороны Традиционные Приемы Итальянской Архитектуры С другой стороны Конечно Демонстрируют Эстетику Модерна И Опять же Что характерно Мы видим Что Годы Постройки То есть Очень большая Разница Между началом И окончанием Строительства Напомним Что Как раз Начало Создания Этих зданий Попадает На начало Первой мировой Войны И Конечно же Помимо Объективных Причин Свою роль И Имела И Сама Специфика Римской Среды И Которая Вплоть до Сегодняшнего Дня Довольно Характерна Именно Очень Долгий Процесс Реализации Общественных Зданий Не только Общественных Зданий И Одно Из Ключевых Зданий Не только В архитектуре Но и Важный Политический Символ Это Новый Зал Новое Крыло Палаццо Монте Читорио Построенного По проекту Бернини И завершенного Карла Фонтаны В XVIII Веке И Здесь Это Работа Эрнеста Базили И Это Парламент Новый Зал Заседания Парламента То есть Это Символ Новой Конституционной Монархии И Для Этого Зала Джулио Рестит Сарторио Выполнил Фриз Гигантский Фриз Длиной Около 200 Метров Который Демонстрирует Новую Патриотическую И Национальную Даже Можно сказать Националистическую Эстетику Здесь Мы Видим И Триколор Итальянский И Видим Древние Статуи Символизирующие Возрождение Италии Видим Детей То есть Это Будущее Великое Будущее Новой Страны И Ну Конечно Несмотря На Все Эти Инициативы Город Все равно Развивался Очень Медленно В Риве По-прежнему Не было Промышленности И Это Даже Был Такой Сознательный Выбор Поскольку Монархия Новая Монархия Не хотела Скопления Пролетариата В своей Столице Имея Перед собой Плачевный Опыт Франции И Затем И Нашей Страны И Что же Писал Например Еще в 16 Году Марчелло Пичинтини Говорит О том Что Город До сих пор Живет В 16 18 Веке И Что Улицы Корсу Такое Значение Как И При Иннокентии 10 И Действительно Новая Как и Парламент Так и Торговая Галерея Это такой Символ Пассаж Символ Современности Строится Именно на площади Кулонна На Вегель Корсу Несмотря На Некоторые Попытки Как раз Уже И Одна Из этих Попыток Принадлежала Марчелло Пичинтини О Создании Нового Центра За пределами Исторического Города Именно С целью Сохранения Старого Города В его Древних В его Старых Формах И По окончании Первой Мировой Войны Италия Увеличивает Свои Границы Как мы Помним И конечно Выходит Уже Совсем Иной Страной И Если В начале Войны То есть Война Объединяет Италию Конечно В начале Войны Говорили о том Что солдаты Из разных Регионов Не понимали Друг друга Потому что Если один Присходил Из Пимонта Другой Из Сицилии Они говорили На разных Языках То Как бы В процессе Войны Происходит Такое Сплочение Смешение И уже Поскольку Италия Выходит Победительницей Поскольку Заканчивали Войну В составе Антанты Конечно Эта победа Дает Новый Толчок К Развитию К Как бы Приобретению Веса Национальной Идеи С одной С другой С другой С другой Конечно Дает И новый Образ Новый Символ Столицы Риму Однако Если вернемся Еще Несколько Лет Назад Еще В 16 Году Начинаются Споры О том Что план Сан-Юста План Девятого Года Он плохой Он уже Пережитый С одной Стороны Конечно Сказывается Именно Военные Условия С другой Стороны Некоторые Археологические Раскопки Поскольку При разрушении Старой Застройки Сокращенной Намного Сокращенной В проекте Сан-Юста Происходят Находки Зданий Античных Зданий Которые Заставляют Пересмотреть Конечно Распределение Новых Улиц Ну и Конечно Немалую Роль Здесь И то Что Сан-Юст Значительно Ограничивал Возможности Спекуляций И это Конечно Не нравилось Римской Традиционной Римской Архитектурной Среде И вот Уже В 18 Году Густаво Джованони Предложил Пересмотреть План Сан-Юста Сначала Для центральной Части Город И здесь Мы Действительно Видим Что Джованон Здесь Опробует Свой Подход Прореживания Он Отказывается От прямых Проспектов В Стиле Османа И Отказывается От них В пользу Такой Точечной Санации И Этот Подход Нравится Проект Утверждают И Им Пользуются С тем Чтобы Пересмотреть И Весь Оставшийся Генеральный План И Начинаются Разные Дискуссии И Как раз Уже Начиная С 20 Года Начинают Возникать Новые Проекты Для Рима Это Один из Первых Уголовки Копеде Джину Копеде Мы видели Раньше В Квартале Который Сегодня Носят Его Имя И Вот Это Его Проект Для Новой Площади Для Новой Вокзальной Площади Конечно Мы узнаем Здесь Общеевропейский Беллипок И Затем В 25 Году Бразини Представляет Свой Проект Реконструкции Рима Уже Бениту Муссолини Который В 22 Году На Волне Пост Победного Патриотизма Приходит К власти В результате Похода На Рим И Что предлагает Бразини Бразини Также Располагает Центр Города В Его Историческом Центре И Он Хочет Вернуть Риму Вернее Привнести В Рим Элементы Регулярной Планировки Которой У него По сути Никогда Не было И Видит В улице Корсо Своего рода Кардо И пытается Создать Также Декуманум И Вот На их Пересечении Создает Фору Муссолини Как раз На Месте Площади Колонны Здесь Мы узнаем Антонинову Колонну Узнаем Палацу Монте Читорию И От него Он хочет Открыть Вид На Пантеон То есть В таком Османовском Стиле И Обратим Внимание На Стилистику Исполнение Проекта В Бразини Вот Здесь Пантеон Здесь Новая Постройка В Таком Такой Монументальный Неоклассицизм И Конечно Его Стилистика Очень похожа На то Что Делал Карло Фонтана И При Иннокентии Как раз В десятом И Опять же Да, что Немаловажно У того же Карло Фонтана Была идея Открытие Вида На Пантеон Но Ему Это Не Позволили Обстоятельства И Вот В двадцатые Годы Пытаются Архитекторы Вернуться К некоторым Идеям Борочной Борочного Городостроительства И Конечно Адаптировать Их Как бы Перевести Их На язык Двадцатого Века Совсем Иной Подход Пока У Марчелло Печетинь Это Двадцать пятый Год Его Новый Проспект Идет От Вокзала Термени И Он Расположен В Новом Городе Он не касается Старого Города Печетинь Говорит о том Что Старый Город Как вот Здесь Мы видим Зачеркнут Его Нужно Сохранить Таким Как он Есть Для Размышления Для Медитации И Новый Город Нужно Развивать На Новом Месте И Благо Это Позволяет Условия И Для Печетинь Новый Город Должен Строиться На Востоке И В Двадцать пятом Году Уже Утверждается Генеральный Вернее Вариант Генерального Плана Нового Генерального Плана Хотя Старый Девятого Года Еще Действует И Мы Видим Что Уже Конечно Город Сильно Выходит За Границу Аврелянской Стены И Как раз В эти Года Начинаются Первые Государственные Конкурсы Это Двадцать шестой Год И По Частной Инициативе Объявляется Конкурс На Ликторские Термы Это Своего Рода Спортивный Спортивный Комплекс Стадион И Оздоровительные Бани В котором Подбеждает Вот этот Монументальный Проект Дулио Торреса Который Не был Осуществлен Однако Как бы Задал Тон И задал Масштаб Следующим Конкурсом Опять же В эти же Эстетика Эстетика Близкая К Международному Арт Деко И видим Что это Марчелло Печентин Который Работает На Улице На Виа Венето Виа Виторио Венето Названное В честь Города Героя Первой Мировой Войны И Как раз Именно Он Построит Не одно Здание На этой Улице В салоне В главном Салоне Этой Гостиницы Работает Гвида Кадорин Который Создает Эти Знаменитые Фрески На которых Изображает Весь Свет Итальянской Культуры Тех лет И Например Это Портрет Джо Понти Одновременно Конечно Строится И Социальные Кварталы Как Вот эта Арка В районе Горбателла Учреждается Еще В первом Году Институт Народных Домов Но Своё Именно Развитие Его Деятельности Получается Приходится На 20-е Годы Множество Построек Вдохновленные С одной Стороны Конечно же Международной Практикой Здесь Можно увидеть Влияние Венской Архитектуры Но В то же Время С Явным Римским Почерком И К концу 20-х Годов Уже Готовы Два Новых Плана Для составления Которых Работают Молодые Архитекторы Два Совершенно Противоположных Плана И Один Как мы Видим Именно Работает С Историческим Центром Здесь Мы узнаем И Кардо И Декуманум И Форум Муссолинина Их пересечения То есть Это В районе Приблизительно Площади Колонна Современных С другой Стороны Мы видим Создание Развития Развития Города За пределами Исторического Центра И Связь Города С Областью Руководитель Для вас Левого Проекта Густаво Джованони И правого Марчелло Печентине И Что же Происходило В политике Как раз После Прикода В 22 Муссолини К власти Конечно же Его Начинания Практически Сразу Были связаны С С Трансформацией Рима Поскольку В момент Своего Прихода К власти Муссолини Ненавидит Рим Ненавидит Его Специфическую Среду Потому что Римлянин Он конечно же Не национальный Он интернационал Который Привык К паломникам Со всего мира Который Живет От туризма И Церкви И С другой стороны Конечно Для Рима Для римлянина В 20-х годах Фашизм Чужд И Поскольку Рим Никак не связан С промышленностью С промышленным Капиталом То И Он Совершенно Далек От фашизма И Задача Муссолини Трансформировать Вот это Довольно Аморфное Римское Общество В Так скажем В кавычках Итальянцев Как И Как их видел Муссолини И он Решает Что Итальянцам Нужно напомнить Об их Римских Предках И Вернуть Им Вот этот Специфический Итальянский А даже Скорее Римский Характер И Что он Говорит Как раз В 24-м Году Он Вводит В качестве Официального Праздника Рождество Рима 21 апреля Известная Всем Такая Мифическая Дата Основания Города И Говорит О том Что Рим Это не Ностальгическое Созерцание Прошлого А не Устанное Приготовление Будущего И сравнивает Как мы видим Уже начинает Сравнивать себя С императором Августом А мы как помним Август Именно Император Август Был одним Из первых Кто Именно Поставил Архитектуру Сделал Архитектуру Именно Выразился О своем Видении Архитектуры Как пропаганды Сказал О том Что он Взял Рим В кирпиче И он Оставил Его В мраморе И Собственно Муссолини Себе Ставит Подобную Задачу И Практически Сразу Начинается С одной Стороны Работа По строительству Новых кварталов Инфраструктуры И С другой Стороны Создание Нового Монументального Рима Где Один из важнейших Центров Это Конечно же Римских Форумов С Археологическими Памятниками И Муссолини Начинает Создание Своего Археологического Мегаполиса И Его Формула Какова Что Нужно Освободить От посредственных Наслоений Весь Древний Рим А также Рядом Возвести Новый Монументальный Рим 20 Века И Вот этот Символический Удар Первый удар Киркой Станет Своего Рода Таким Пропагандистским Жестом Аналогичным Да Но Вот Как бы Со знаком Минус Закладки Первого Камня То есть Когда Какой-либо Район Подписывался К Сносу К Здоровлению Приходил Муссолини И Давал Свой Первый Удар Киркой И Даже Из этого Был сделан Такой Своего Рода Плакат И Как раз Уже Начиная С 20 Годов То есть В процессе Когда у Рима Один план Отменен Другой Еще Не Учрежден Начинаются Масштабные Сносы Старой Застройки С целью Именно Освобождения Древнеримских Памятников И Создание Вокруг Них Монументальных Пространств И Конечно Еще Второй Как бы Вторая сторона Этого Процесса Это Если выражаться Современным Языком Джентрификация Этих районов Поскольку Конечно В этих Зданиях Часто Жили Довольно Необеспеченные Слои И они Выселялись В Заново Построенные Районы И Которые Затем Получили Название Боргата И Одно Из Первых Таких Таких Поселений Одним Из первых Таких Поселений Было Ачилия На Железнодорожной Трассе Между Римом И Остией И Что мы Видим С одной Стороны Производится Снос Застройки Создание Новых Магистралей Новых Площадей С другой С другой С другой С другой С другой С другой Этитет Реставрация Древних Памятников Как Здесь Это Театр Марцелло И Мы Видим Что Эти Памятники Помечаются На них Оставляются Символы Новой Власти Здесь Мы Видим Фасции И Всегда Подписано Год Здесь Седьмой Год Фашистской Эры. И эти знаки, они до сих пор присутствуют в городском контексте. И что интересно, что эта практика распространяется на всю Италию, и множество итальянских городов хранят такие монументальные археологические центры. Здесь я дала два очень далеких друг от друга примеров. Это бреши и катания. И как раз для чего это все нужно, чтобы показать, что у итальянцев, которые еще вчера жили в совершенно разных государствах, у них есть общее прошлое. И таким образом они являются единой нацией. И если говорить о бреши, здесь происходит, осуществляется очень важная операция. В 1928 году внутри исторического центра строится новый монументальный центр, площадь Победы. Опять же, кто архитектор? Марчелло Печентини. Заказчик, генеральный секретарь фашистской партии Чезаро Туратти. Почему? Потому что он происходит из бреши. То есть практически мы видим механизм, как это работало при римских папах, так же это работает и в 20 веке. Если вспомнить историю Пиенца, что монументальный центр Пиенца строится тогда, когда Пи второй становится папой. Он происходил как раз оттуда. И именно на этой площади отрабатывается новый язык, который будет затем ассоциироваться с так называемым стилем литтори, то есть с языком, со стилем зданий, построенных по государственному заказу в 30-е годы. Опять же, в 2028 году, здесь уже мы видим пример Рима, строится первое здание, который затем, этот тип будет воспроизведен во всех крупных итальянских городах, крупных и не очень итальянских городах. Это дом инвалидов войны. Здесь он начат открытие в 2028 году. И здесь часть, которая завершена в 36-м, уже после начала колониальной кампании режима. И здание находится рядом с замком Святого Ангела, вот он здесь, и также, то есть между замком Святого Ангела и дворцом Юстиции. То есть мы видим, что это такое важное, символическое, также насыщенное место для истории страны. Здесь много символов. И, конечно, здание своим языком вступает в диалог с архитектурой. Замка Святого Ангела. Здесь мы тоже найдем декор из травертина и облицовку из римского кирпича. И внутри пышный декор, который мы уже видели на прошлой лекции, здесь я его напомню. Как раз здесь отрабатывается механизм, когда к оформлению построек привлекаются ведущие архитекторы. И когда декор здания является неотъемлемой частью архитектуры. Опять же, 27-28 год, опять же, Марчелло Печеттини, мы видим его победу совместно с Джузеппе Маккаро на конкурс на здание Министерства корпораций, который также станет своего рода образцом для министерских и для правительственных построек. Опять же, приглашаются ведущие художники, которые работают в специфической стилистике, называемой часто стильного чэнто. Именно в чем суть, что они пытаются, стремятся адаптировать, с одной стороны, древние техники, старые техники, традиционные техники к новому искусству, с другой стороны, ищут универсальных форм для современного художественного языка. В те же самые годы создается масштабнейший проект на севере города, форум Мусулини, это стадион, характерный тип для архитектуры режимов тех лет, конечно же, не без соревнований с советской практикой, и архитектор комплекса Энрико Дель Дебью, затем к нему, также с ним вместе будет работать его ученик Луиджи Мурретти после 1933 года. Специфический язык, выросший из римского так называемого барокетто, римского регионализма 20-х годов, видя вот эти разорванные фронтоны, конечно же, здесь и влияние археологических раскопок тех лет, когда архитекторы видят своими глазами великий масштаб, огромный масштаб римских зданий, с одной стороны, с другой стороны, вот это сочетание декора, эстравертина и красной стены, красной кирпичной стены, здесь, правда, штукатурка, и, конечно, здесь влияние и планировки, римской порочной планировки, здесь мы видим апельиск, привезенный сюда в начале 30-х годов, знаменитый мраморный стадион, интерьеры, интерьеры сегодня не сохранились, здания функционируют, это представительство Олимпийского комитета в Италии, и это старая половина 30-х годов уже, это Луччи Моретти, спортивный зал Дуччи, в котором Дуччи ни разу не занимался, отказался от подарка, поскольку нашел его слишком роскошно. И, опять же, по проекту Моретти строится ось, ансамбля, паникони-педикони, проект Фонтана-Сфера, мы видим адаптацию классического языка к формах модернизма, и использование декора, мозаичного декора, как раз как интерпретация традиций древнеримской архитектуры. 31-й год утверждается, наконец, генеральный план, это первый европейский столичный генеральный план, о котором Муссолини говорит, что это лучшее из того, что можно было придумать и воплотить. Что здесь интересно, что у плана нет одного автора, и он является некой квинтэссенцией различных противоречивых тенденций того времени, здесь можно найти фрагменты и плана Бразини, который был утвержден в 1928 году, но практически сразу отменен по просьбам культурной общественности. Конечно же, здесь можно найти и тенденцию от Печетини, развитие делового центра за виллой Боргейзе. И также и тенденции связи Рима с регионом. И проблема плана какая, что город вновь развивается во все возможные стороны, которые приведут, конечно, затем к транспортному коллапсу. В 1930-е годы продолжаются раскопки, и с этого момента новые магистрали на месте исторических кварталов легализуются. Как, например, будущее Виа де Лимперо на месте императорских формов. Здесь мы видим, как Муссолини посещает раскопки, которые ведутся еще практически традиционным методом с использованием традиционных инструментов. И стройматериалы привозятся и увозятся на лошадях. За его плечами площадь Венеции. В результате раскопок часто происходят археологические находки, которые идут в Капитолийский музей. В 1932 году открывается символический проспект улицы империи, который соединяет площадь Венеции и где находится рабочая резиденция Муссолини и Колизей, как символ, с одной стороны, новой власти и древней цивилизации. С другой стороны, здесь есть еще один контекст, который сегодня не так читается. Палаццо Венеция принадлежало до Первой мировой войны Австрии, поскольку Венеция относилась к Австрии. И более того, это было австрийское посольство, и в Башенке знаменито располагался культурный институт, где также были резиденции художников. Именно там стажировались Густав Климт и Йозеф Хоффман, например. И в 1915 году по особому указу происходит реквизиция имущества врага, и все, что принадлежало австрийцам и немцам на территории Италии, отходило итальянцам. И в Риме таким образом, например, Вилла Челемонтана перешла в собственность государства, и также и Палаццо Венеции. И поэтому тоже Муссолини делает именно там свою резиденцию, поскольку Италия в войне победила, победила Австрию, давнего врага, и поскольку Муссолини, он представитель вот этой власти, которая пришла именно за победы, и таким образом для него это, конечно, дополнительный символ. И, как мы видим, улица становится практически сразу таким моментом именно пропагандистского характера. И опять же мы видим, что она, здесь опять же это видно на картине, и также это присутствует в генеральном плане, она вписывается в большую систему новых артерий, новых проспектов от арки Константина прокладывается Ведой Триумфи, который повторяет как бы древнюю римскую улицу Триумфов. И сегодня это улица Чирку Массиму, большого цирка. Видим, что сносится Метта Суданс, знаменитая именно для создания, для того, чтобы автомобили могли кружить вокруг Колизея, и затем ехать по широкому проспекту в сторону моря. И почему-то мы не присоединились здесь картинка. Здесь должен был быть дворец выставок, поскольку в 1932 году в нем состоялось как раз к десятилетию фашистской революции, в которой была открыта и улица, состоялся стелс-выставка, оформленная молодыми архитекторами, и фасад, эклектический фасад был спрятан за этим сооружением в новой стилистике от Альберто Либера и Марио де Ренци. И эта постройка стала своего рода символом принятия новой властью современного языка, специфического рационализма. И вот этот куб, он был красного цвета, и на его фоне были поставлены эти четыре алюминиевых фасция. То есть эффект пропагандистки был очень сильным. Это интерьеры выставки. И как раз с этого времени дворец выставок на Вен-Национале станет важной площадкой для проведения и римских квадринали. Что такое римские квадринали? Эти выставки четырехгодичные были утверждены как своего рода национальная альтернатива Венецианской биеннале, которая традиционно была международной выставкой. А здесь, в Риме, то есть в столице, должны были представляться каждые четыре года работы итальянских художников из разных областей. И она имела очень большое значение как для биографии самих художников, так и именно для самого режима. 1932-1934 год проходит ряд важных конкурсов. И ключевой из них – это конкурс на почтамты в новых римских районах. И в них побеждают команды молодых архитекторов. И таким образом в римскую архитектурную среду начинает проникать новый язык рационализма. И, как бы, по примеру Рима также и происходит в других городах страны. Здесь, например, я поставила пример Неаполя. Поскольку почтамт связывался с эстетикой современности, был знаком, именно символом развития коммуникации, новых видов связи. Таким образом и власть через новый архитектурный язык реализовывала определенные пропагандистские символы. И здесь дом Джилл. Джилл – это что-то вроде дома молодежи. Это спорткомплекс с кинотеатром. На входе лозунг, цитата из Мусулини, на Чесарио Винчеры, пью на Чесарио Комбаттеры. Важно побеждать, но еще важнее сражаться. И, опять же, подобные здания возникают во множестве городов в качестве районной инфраструктуры. К 1934 году выходит конкурс на здание, которое должно определить лицо итальянской архитектуры, а именно конкурс на Палаццо Литторио, то есть здание комитета фашистской партии. И, как ни странно, конечно, в качестве места выбирается улица империи на той самой артерии между Палаццо Венеции и Колизеем, которое открыто буквально два года назад. И именно в этом контексте впервые публикуется заметка о советском конкурсе в Италии, потому что до этого итальянские газеты пишут и журналы очень мало, практически пускают в качестве небольшой неиллюстрированной новости информацию о советском конкурсе. А здесь выходит развернутая публикация, и, как ни странно, ее автор Марчелло Печетини. Более того, он помещает проекты Афана на обложку очередного номера журнала «Архитектура», который является журналом Союза фашистских архитекторов. И что же происходило на советском конкурсе? Арман Дубразини отправил туда свой проект, который публикуется и у Печетини, и одновременно мы видим, что он реализовал в Таранто здание для местной администрации. И в том же 1934 году другой критик, который работает в журнале «Казабелла», пишет о том, что как же Бразини мог сделать одинаковые постройки для Советского Союза и для Италии. И этот факт демонстрирует кризис идеи архитектуры содержания, то есть не бывает архитектуры, содержание либо искусство есть, либо искусство нет. Так пишет Персико. И что же, в свою очередь, итальянцы негодуют по поводу победы проекта Иофана Печетини, его называют, его ругают за отсутствие стиля, говорит о том, что он не древний и не современный, что он ужасно риторический. И в Италии на итальянском конкурсе язык проектов совершенно разный. И, например, группа Террани, архитекторов-рационалистов, пытается интерпретировать базилику Максенция в фундаменте, в плане своей постройки, некоторые проекты более наследуют эклектической традиции, другие пытаются искать адаптации международного ар-деко или новых интерпретаций для рационализма. Например, Пьер-Мария Барди, опять же, выступает с критикой академического жюри против того, что оно не удостаивает должным вниманием современную архитектуру и помещает на этом коллаже проект группы БВПР. И победителем выходит проект группы Энрико Дель Деббиум, который, с одной стороны, пытается адаптировать современный язык, с другой стороны, конечно, использует формы традиционной римской архитектуры. Это красный кирпич и декоративные элементы из травертина. И в оформлении интерьера активно используется фреска и другие виды монументального искусства. И схожая эстетика затем будет воплощена в комплексе в университетском конкурсе. Опять же, руководителем выступает Марченко Пичи и Тини. И здание Дель Деббио подписывается, как бы, он выходит победителем, однако учреждается второй конкурс, к которому мы вернемся. И как раз в 1934 году комплекс, университетский комплекс подходит к своему завершению. Здесь работают множество архитекторов со всей Италии. И Джо Понти, и Джованни Микелуччи. В 1935 году следующий важный конкурс на аудиторию, где, однако, не было конкурс без победителя. Здание должно было быть построено в непосредственной близи от Большого Цирка. И что происходит дальше? Происходит, что Рим начинает расширяться в сторону своего региона. Происходит развитие региона, Рима, южной части. И это связано с осушением Понтийских болот. И строительство на их территории нового аграрного центра, который, естественно, видится в тесной связи с городом, с Римом. Здесь на фотографии план Пометси, это один из последних городов. И фотографии, где Муссолини дает ключи от новых постройок матерям солдат, погибших, очевидно, в Первой мировой войне, или пострадавших в войне. И именно вот эта вся операция по осушению этих территорий, оздоровление территории происходило с целью дать работу и жилье ветеранам войны. Один из самых современных региональных планов того времени привлекает внимание множество, привлекает внимание международной общественности. И этот центр посещают архитекторы и политики. Например, там был Литвинов. Сабаудио становится образцом. Так, это Литория, Талатино. Этого центра сейчас не существует, потому что весь район очень сильно пострадал во время Второй мировой войны. Сабаудио становится образцом для новых центров, для новых городов такого типа, которые начинают возникать по всей Италии. Априлео также сегодня реконструировано. Сегодня сложно узнать этот именно первоначальный центр, поскольку город очень сильно разросся после Второй мировой войны. И вот эта экспансия, да, в идее... То есть вместе с колониальной кампанией происходит и экспансия архитектуры, и подобные города, именно следуя римской традиции, начинают строиться и в новых присоединенных колониях. И, например, в прошлом году Асмера, столица Эритрея, получила статус наследия ЮНЕСКО. И, что интересно, в контексте, да, проектирования этих новых городов в 1934 году в Рим приезжает Ле Корбюзье и пытается представить Мусулине свой план для новых агрогородов. Вот это один из них. А также показывает свой план для Рима, план застройки севера Рима. Однако ему не удается встретиться с диктатором, но отнюдь не по вине диктатора, а по вине в результате именно заговора местной архитектурной общественности, которая, конечно, не хотела отдать иностранцу такой лакомый кусок, да, который мог бы быть, который был государственный заказ в те годы. И во второй половине 30-х, наравне с экспансией города, также экспансией, мы можем сказать, да, и архитектуры, итальянской архитектуры, происходит продолжение реконструкции исторического центра, и, более того, разрушения становятся более заметными, довольно, и более жестокими, если так можно сказать. Например, начинается разрушение площади Навона, здесь запечатленная на картине Эвы Куайотто. Интересный факт, что в 30-е годы государство привлекает художников для того, чтобы те запечатляли процесс разрушений, а также, чтобы они запечатляли то, что сносилось, то есть писали, делали графические работы или писали картины. И мы видим, да, как в процессе сноса, открытия площади Навоны, потому что была идея сюда запустить автомобильный трафик, было снесено здание, и найдены фундаменты, найдена арката цирка Деоклетиана, ой, извините, Деоклетиана, и что происходит? Когда здание снесено, естественно, эффект поражает архитектора, городостроителей, и они решают, что, конечно, этот шаг полностью меняет облик площади, и площадь нужно назад застроить. И на месте снесенной застройки возводится здание по проекту Армандо Фоскини, и в его фундаменте, вот в этой колоннаде, остаются свободными, остаются открытыми остатки античного цирка. В самом историческом центре здесь, например, сносится большой комплекс по проекту Джакума де Ла Порте, на его месте, то есть сохраняется только его фонтан, и на его месте возводится административное здание по проекту Марчелло Пичинтини, это площадь Никосии. И одна из самых знаковых операций, это разрушение, снос театра Августеум, которому фундаментом служил мавзолей Августа, как мы помним, Мусулини себя в каком-то смысле соотносил с первым императором, и к его 2000-летнему юбилею решил устроить масштабную выставку, а также, и эта выставка должна была проходить в мавзолее Августа, и которое было решено освободить от театра, то есть от посредственных наслоений, и также рядом с мавзолеем был перенесен алтарь, знаменитый алтарь мира, для которого был построен, был построен такой своего рода навес. Здесь мы видим комплекс, проектированный Виторио Балио Макмурпурго, на месте снесенного квартала, на улице Рипетта, новые здания, которые сейчас окружают древнюю руину, выставка, посвященная юбилею, 2000-летию с рождения императора Августа, и один из залов в палаццо-эспозиционе, где она в итоге проходила, поскольку оказалось, что мавзолей совершенно не, то есть внутри ничего, интерьеры не сохранились, и его перестройка в выставочный зал требовала слишком много времени, которого не было. И у этого проекта очень длинная история, которая заканчивается буквально в наши дни, более того, она еще не закончена, потому что до сих пор в стадии исполнения проекта реконструкции территории, благоустройства территории вокруг мавзолея Августа, проект утвержден в 2010 году, пока не закончен. И в 2006-м был открыт музей алтаря мира на месте навеса Моргбургу, а также в 2002-м здание Академии Святой Сицилии, которая играла свои концерты в Аугустеуме, то есть в конце 20-х годов потеряла свое здание, наконец получила спустя 70 лет новое здание после 70-ти лет скитаний по разным римским концертным залам. И как мы видим, и Ренцопиано, как бы следуя, да, распространяя давней римской традиции, опять же использует красный римский кирпич и декоративные элементы из травертина. И также важным вмешательством того времени стало и строительство улицы Кончильяционе, символический шаг. Мы помним предложение плана 73-го года построить на месте средневекового квартала Новый проспект, который сразу это предложение было отменено. И вот в 1937 году оно вновь показывается римскому папе, им утверждается, и проект, опять же, Марчелло Печетини, и строится улица Кончильяционе, улица Согласия, которая своим названием как бы отдает дань латеранским соглашениям 29-го года, когда по инициативе Муссолини премьер-министра королевства, король и Ватикан подписывают соглашение о взаимном признании. Вот, Марчелло Печетини показывает, сопровождает Муссолини на стройку нового проспекта, это, опять же, процесс разрушения, и рядом Афро Басальделла, его картина, посвященная разрушениям, сносам в этом районе. Вот, современный вид на город и на проспект. 1938 год, начинает дорабатываться район стадиона, расширяется, задаются, как бы, создаются, создаются проекты новых сооружений, и над комплексом должен был также возвышаться вот этот колосс Муссолини, который даже начали отливать, но в итоге также не был реализован, не был собран. Последний римский крупномасштабный проект, это район всемирной выставки на трассе Рим и Осте, который должен был соединить город с Остийским побережьем, как бы задать в то же время, продолжить, да, экспансию города на юг, вот два проекта. Левый, это первый проект Джузеппе Пагано, затем отредактированный Пичинтини в более такой классицизирующем ключе, это его завершение с Триумфальной аркой от Альберто Либера, и опять же Марчелло Пичинтини, руководитель строительства района, говорит о том, что он должен быть классический по духу и римский по замыслу. Как мы видим на этой фотографии с середины 40-х годов, что район так и не был завершен именно из-за начала и затем печального для Италии исхода во Второй мировой войне, однако некоторые ключевые постройки уже были начаты и, например, здание администрации Всемирной выставки, вот как раз где только что видели фотографию Чини и Пичинтини, оно было построено еще в 37-м, то есть это единственная постройка этого района, законченная еще до Второй мировой войны. И остальные начатые постройки было решено завершить по утвержденным проектам. Это дворец итальянской цивилизации, здесь дворец конгрессов, увиденный из аркады дворца цивилизации. Это стройка начала 40-х годов. здесь мы видим еще в лесах церковь Петра и Павла и уже завершенные здания администрации. И именно в связи со строительством района также был утвержден уже в 41-м году и новый генеральный план, который как раз вот подводил город к Теренскому побережью. И то, что славно начиналось, закончилось довольно бесславно, а именно бомбардировкой Рима союзными войсками 43-го года. Город Рим объявлен открытым городом, то есть мучей фактической территории. И после краха фашизма, после окончания Второй мировой войны, первым проектом практически сразу был учрежден конкурс на новый фасад вокзала Термини, который... вокзал был начат, реконструкция вокзала была начата в конце 30-х годов знаменитым архитектором Министерства путей и сообщений Анжело Мансони. И до сих пор сохраняются боковые крылья, построенные по его проекту. И его фасад, монументальный арочный фасад был почти закончен, но, однако, он был снесен. И что интересно, Мацони стал единственным архитектором, который прошел процесс иллюстрации. Он был единственным осужденным, и он уехал в итоге в Колумбию. Почему? Несмотря на то, что, как бы мы знаем, архитектор Мусулини, это Печинтини. Но когда приходят немцы, никто из итальянских архитекторов не выражает инициативы сотрудничества. А Мацони, да, потому что у него стоит стройка, ему нужно заканчивать вокзал. И он предлагает завершить вокзал. И немецкие войска не позволяют это сделать, и получается, что он был в этой ситуации коллаборационистом. И именно поэтому, конечно, и здание стало предметом первого конкурса, первого послевоенного конкурса, в котором победу одержала группа студентов во главе с Элдженио Монтуари. И уже к 1947 году этот фасад был закончен, и он стал своего рода символом послевоенного времени, послевоенного модернизма. Еще практически этого же времени, Мавзолей мучеников адриатинских пещер по проекту Марио Фьорентино, который затем будет известен как архитектор-коммунист и архитектор разных социальных построек в Риме, в частности. И также архитектор-визионер, автор различных утопических проектов. Да, и что интересно, проект на дворец Литторио, который был принят и доработан в 1937 году по результатам второго конкурса, в итоге начинается строить в 1937 году, и в 1952 его уже завершают как Министерство иностранных дел. И сегодня мало кто уже помнит, что это здание было начато как Центральный комитет фашистской партии. И опять же, и район Эур был достроен в 50-е годы, и сегодня он является одним из современных районов города. Не реализованные по плану печатения постройки, было решено построить в иной стилистике. Чаще всего архитекторы были те же самые, которые буквально несколько лет назад выигрывали соревнования со своими неоклассическими проектами. Здесь уже, конечно, налицо послевоенной модернизма. И уже в 70-е годы Эур как бы своего рода символом приятия этого довольно спорного и довольно противоречивого архитектурного ансамбля Рима 20-го века. И символом этого приятия стал фильм «Бокачу-70», я думаю, все узнали, Феллини и Аниту Экберг, где как раз макет Дворца цивилизации стал декорацией одной из сцен этого фильма. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно задавать вопросы? Если это кому-то. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Спасибо большое. Сегодня у меня довольно упрочняющие вопросы. Один про Гортихи. Я думаю, какая-то гипотеза по поводу, почему они вернулись в исторический город, ну, средневековый, на который они делают характерно. И второй вопрос. Извините, если вы, как вы, как я прослушала, с какого периода красный кирпич, который лично для Москвы в том числе остановится, как следовало для Рима? Ну, римский кирпич с московским связан разве что опосредованно, через византийскую традицию и через опять же Италию, северную Италию. Но, это фигурально выражается, но, конечно, в 20 веке использование вот этого длинного римского кирпича, характерного для, прежде всего, конечно, для античной архитектуры, которую в Риме можно увидеть практически везде. Этот выбор, конечно, становится с одной стороны последствием того, что именно в начале 20 века проводится множество раскопок археологических, и они оказывают большое влияние на архитектов. Например, раскопаны рынки Трояна, да, в 20-е годы. В 10-е, 20-е годы раскапываются ости. Более того, выходят даже статьи, когда архитекторы пишут о том, что, как бы, астийская архитектура многоэтажных домов может служить нам в качестве примеров, да, современного жилья. Конечно, это идет оттуда. Не знаю, получилось ли мне ответить на ваш вопрос. Да, а про портики, возвращение портиков, вернее, не совсем возвращение, а именно внедрение портиков в римскую застройку в конце 19 века, конечно, связано, это такой политический шаг, поскольку Туринская, Савойская династия импортировала в Рим свой язык, и римлянами, как бы, эти портики, они виделись как чужеродные элементы, до сих пор это так. До сих пор дома с портиками называются Туринскими домами. У меня два вопроса. Один касается Горбателла, Саббатина. Там совершенно явное цитирование как раз инсул многоэтажных. Вот это как бы отмещается. И второе, связь как раз вот этой кирпичной с мраморными и тривертирными фрагментами архитектуры перелома 20-30-х годов, типа вот этой Казы Дзумателла Тедюгера, с практикой как раз реставрационной, когда в кирпичные стены вставлялись найденные фрагменты, то, что сделано на форуме, если я не ошибаюсь, августа там вставлены консоли с остатками капителей. То есть прослеживают ли сами итальянцы, связывают ли они стилистику как раз ну вот то, что видно на 5 августа температура, то, что видно на вот этом доме, значит, инвалидов войны, как раз кирпичная стена, достаточно брутальная, с белокаменным и мраморным исключением, причем они так перевязаны в складки, интересно, что они явно как какие-то найденные и поставленные на место фрагменты. И так же, как, например, на портике Октаги они дополнили кирпичом недостающим рано или честь. Конечно, то есть тут такой какой-то обратный, вернее, круговой. То есть это дело в том, что это первый, вероятно, вообще исторический пример того, даже сейчас, например, реставрационная практика, ну вот, например, сейчас новый проект кошмарный на Остоженке в таких вот арочках прорезанных прямоугольными окнами. То есть это же попытка воспроизведения как раз, ну вот, как в наших палатах, да, какие-то остатки наличников наложены на новые проемы. Вот этот наш, вот этот проект, он ужасный на самом деле, но это та же логика, которая была в Риме в 20-х годах. Ну, наверное, да. И, конечно, нужно учитывать то, что, как мы видим сегодня, древний Рим, имею в виду древний, этот монументальный центр, древские форумы, мы этим обязаны архитектуре 20-х, 30-х годов, потому что, конечно, путешественник 19-го века видел город совсем другим. То есть это произведение архитектуры 30-х годов? Да, да. Практически. Ну, археология архитектуры. Рынок Трояна – это произведение архитектуры 30-х годов. Защитность? Ну, скорее, градостроительная политика. Скажем так. Хорошо. Нет, Трояна – это оригинал, говоря, в каком у вас ставили виде, а вот, господи, где 17-й заседал, что это чистые 20-е годы. То есть это построили с нуля свою фантазию. Курия, Курия через дорогу открыта Трояна, Курия стоит, которая полностью, абсолютно, доводила. Нет. Нет. Она была, даже из фотографий, там был ресторан. В 19-м веке там был ресторан. Есть фотографии, есть просто… Просто в очередной источнике пишут, что Курия создана еще не из сунда. Нет, она подлинная. Нет, она подлинная. И двери с Курии перенесли в… Сейчас скажу, в какой-то… Делапорта. Ее двери в Сан-Джиоу-Ли-на-Тиран. Конечно. То есть это в Эпойку-Барокку их перенесли. И не подлинная. Я хотел спросить, у меня тоже там вопросы. Первый, про относительно проектов реконструкции, реставрации, музеификации Колизея, поскольку это тоже проект, который все-таки же, как мне кажется, тоже играл и были какие-то предложения по поводу того, что с ним тоже делать. И второй, музейное строительство. Вот помимо футляра для алтаря мира, ведь построен в том, что там грандиозный музей римской цивилизации. Вот интересно, какие были еще проекты, задумки, которые не были реализованы. Ведь и музей Ватикана затронул этот процесс, потому что музей Ватикана тоже расширились значительно. Ну, Кобельтрамы, причем, как ни странно, архитектор, который очень долго жил, это архитектор фасада Миланского собора, который он делал в 80-е годы XIX века. А вот эта новая ватиканская лестница, когда выходит из музея Ватикана, такая очень монументальная спираль, которая ведет вниз. Это 37-й год. Причем говорят, что сын Фрэнка Ллойда Райта ее видел. И папа, возможно, опирался на эту постройку во время, когда проектировал свой музей Гугенхайна. Ага. И вот, Лису, мы закончили вопрос. Вот и в качестве... Конечно, во-первых, история Колизея гораздо сложнее, чем вот этот период 20-30-х годов, потому что мы помним и проекты реконструкции того же Камба-Фонтана, что нужно было построить церковь внутри, поскольку Колизея – это же святое место для католической церкви. С другой, опять же, когда приходит Наполеон, тоже начинаются именно реставрационные работы. Затем и после Наполеона, опять же, поскольку это все-таки очень важный посещаемый памятник, также папское провидивство о нем заботилось. И, конечно, благодаря его именно и религиозному значению. И именно в 20-е годы, да, его реставрируют. Вопрос о том, достроить его или нет, возникает, если я не ошибаюсь, еще в XIX веке. Поэтому здесь как бы именно для эпохи мусулинии это не настолько актуально. Конечно, проводятся реставрации. По поводу музейного строительства. Безусловно, еще в 20-е годы мусулинина в комплексе капиталистских музеев открывает музей мусулини, где как раз экспонируется произведение и античного искусства, которое находится в результате раскопок также и современного искусства. Закупаются современные художники как раз с выставок в Адренале. Сейчас это коллекция городской галереи современного искусства. И, безусловно, затем и проект с алтарем мира, это же довольно такой важный, и с точки зрения коллекционирования, на реконструкции проект, он же был собран именно тогда. И музей римской цивилизации строится именно в рамках общего проекта всемирной выставки. И, да, это тоже проект режима произошло. Спасибо вам большое за медицинские воздушные объекты.